Ну и наконец-то мы перешли в RStudio, и теперь давайте начнем заниматься созданием графика. Но для начала сделаем небольшой обзор интерфейса, чтобы было понятно, куда смотреть и понимать, в принципе, зачем нужны окна. Во-первых, все окна у нас могут изменять размер, перемещаться, стакать друг с другом. Но здесь существует как бы три основные области. Это область консоли, куда мы пишем единичный код. Ну то есть единичный, в смысле одна строка, это значит код. То есть один, например, объявить переменную, если цикл, сюда писать нельзя. Это очень муторно и неудобно. Про это сейчас уж поговорим. Здесь в environment находятся перемены, которые вы можете наблюдать, которые создаете. Также со значением, таблицей и так далее, так далее. Можно импортировать таблицы. То есть здесь наша область переменных. Здесь у нас есть plots. Это как раз то, что мы будем наблюдать при создании графиков. Есть пакеты, которые нужно установить или не нужно установить, кому что надо, смотря. Ну и также вьюхи, хелпы и разные файлы, которые вы можете смотреть. Мы будем работать исключительно с plots. Environment и консоль. Так, я уже сказал, что будут циклы. Для этого удобно использовать R-скрипт. Нажимаем R-скрипт вот здесь. У нас появляется такой панель, где мы можем что угодно писать. Ну я заметил одну небольшую особенность, что выполнить весь его нужно сначала его выделить, потом нажать run и только тогда он будет выполняться. Но к этому мы еще перейдем попозже. Итак, для создания графиков R нам понадобится функция plot. Для моделирования полноценного графика создадим для начала два вектора и назовем их v1 и v2. Ну или x, y, смотря как он хочет. И соответственно они будут соответствовать осям x и y. Ну начнем. Называем вектор v1. Чтобы создать перемену делаем вот такой оператор. И у нас получается типа v1 заносится. Ну то есть понимали, типа тудой, да, налево. Потом пишем c и заносим от единицы до пяти. Это типа вектор. Нажали enter. Увидели, здесь появилась величина. То есть переменные v1. Тип integer. Это размер от единицы до пяти. И вот ее значение. Ну и v2 у нас будет тоже такого же формата. Только у нас уже будет в обратную сторону идти. Здесь смотрите какая есть особенность. Мы можем таким образом создавать. То есть наоборот в обратную сторону. И у нас получается 5, 4, 3, 2, 1. Теперь здесь поговорим об этом. Здесь ближайшая от начала координаты будет иметь точки 1, 5. Следующая 2, 4 и так далее. То есть 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1. То есть график. Ну представляете, да, как там точки x и y строятся. Это если именно делаем по этому способу. После этого сохраним данные о векторах в проекте. И начнем создавать функцию plot. Где разместим векторы таким образом, чтобы v1 отвечал за координаты точек по оси x. А v2 по оси y. И таким образом получаем следующее значение. Plot пишем в скобке. Пишем v1, v2. Нажимаем Enter. Увидели, что сразу автоматически создался график. Убывающий. Вот она v1. Вот она v2. Ну, соответственно, понятно, что не будет в v2 описаться 5, 4, 3, 2, 1. Как бы это очевидно. С меньшего к большему. И теперь эта запись позволит нам рассмотреть точки по координатам. Осталось только соединить их в линии, подписать оси координат, сам график. Поменять тип и вывести график для создания линий между точками. То есть видите, у нас пока просто точечный. Но мы хотим линейный график. Ну как точечный. Ну график, а график просто. Это у нас вообще ни о чем. Поэтому мы сейчас будем его визуализировать. И начнем с того, что мы добавим название осей для X и Y. Нажимаем стрелку вверх. У нас как бы в кэше в памяти осталась команда. Пишем xlab. xlab отвечает за название оси X. И ylab отвечает за название оси Y. Ну, особо парить сейчас не будем. Поэтому мы называем их X и Y. Нажимаем Enter. Поменялось. Видите, X и Y. Супер. Так и хотели. Теперь за название самого графика, обзовем сам график, отвечает функция main. Копируем все, что было ранее. Ставим main. Равно. И назовем, например, учебный график 1. Хоп, появился main. И последнее. За визуализацию графика отвечает параметр type. Ну, на самом деле у type это значения очень много. Особенно у линейного графика. Ну и давайте их рассмотрим. Табличку сейчас вы видите на экране. В принципе, тут достаточно все понятно. Наш график может быть типа P, L, O, B, S, 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 H и N. Ну, P-точки, как сейчас примерно, L-линии, O-точки с линиями, ну и так далее. В принципе, там все написано, все понятно. Следовательно, теперь у нас есть тип. Давайте напишем тип O. И видите, у нас соединился так. Если мы напишем тип P, станет как было, и тип L – это тупая линия. Тип C, видите, это, ну как бы, точки, как бы, они становятся прерывистые, что линии. В одном больше всего мне нравится график с типом O, поскольку он более удобный. И, собственно, по созданию графиков и основных моментов именно с плотом. Здесь, в принципе, все. Но есть еще, например, такой параметр, как title. Вот. Он и как раз делает то же самое практически, что и main. Но давайте я покажу. Сейчас на самом деле будет немножко весело. Мы напишем заголовок. И ставим запятую и пишем под заголовок. Ну, то есть легенда. Ну, можно ее легендой назвать, например. Нажимаем Enter. И видите, что title наложился. Не обязательно писать main в плоте. Main в плоте может отсутствовать, поскольку можно использовать тупо title. Вот она легенда. Ну, это не легенда, на самом деле, под заголовок. Вот. И есть еще тоже крутая штука. Давайте title обнулим. Для этого пишем пустые скобки. Нет, не пишем пустые скобки. Прикольно. Ну, здесь можно, в принципе, удалить и просто пересоздать график. Вот. Теперь пишем legend для графика. Пишем позицию, где она должна находиться, например. Bottom left. И название. Вот у нас отображается наша легенда. Но пока она пустая, поскольку у нас ничего в ней нет. И, собственно, сейчас мы до этого дойдем. Но, так как мы ее объявили просто позицию и, так сказать, заголовок к ней, то, в принципе, она не нужна, поскольку здесь она еще не показывает. Легенда может принимать несколько значений. О них мы рассмотрим в более сложном примере. И она как раз уже будет показывать непосредственно, что за линия с цветом, соответственно, и для чего она нужна вообще. Об этом еще поговорим, как я уже сказал, в более сложном примере на линейном графике. Итак, давайте перейдем к созданию линейных графиков. Первый вариант мы уже создали. Теперь давайте создадим более наглядный, более, наверное, сложный, что ли, график линейный. И это будет несколько линий. Здесь как раз у нас появятся циклы. И для этого нам необходимо для начала удалить все, что мы сделали. И начнем с того, что у нас есть такая вещь, как Orange. Orange – это некая таблица. Видите, у нас она уже априори есть в RStudio. И здесь мы ее будем преобразовывать как цифру. Для чего это нужно, сейчас вы поймете. Вот, видите, у нас создалась таблица вот такого формата. Давайте ее откроем в более человеческом виде. Вот, создалась таблица Orange, она уже была. И у нее здесь есть три столбца, три H и последний. Соответственно, какие-то цифры есть. Ну, вы можете заметить, два, 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 два. Они как бы чередуются. То есть это для точки какой-то. То есть будет какая-то точка 2, потом какая-то точка 4. И ее значение по X и Y, например. Ну, что понятно было. Вот такая таблица у нас создалась. Все, пока больше нам не нужна нам. Далее создаем переменную entries. Она будет отвечать за максимальное количество... За максимальное количество элементов. Ну, не элементов, точнее вот этих вот. Максимальное, короче, число в столбце 3. Вот так вот. Так, это создали. Теперь создаем оси. XRange. Это будет range функция Orange. Age. Что он делает? Этот range. Он берет из нашего столбца минимальные и максимальные значения. Вот и все. А аналогично делаем для YRange. Только мы берем уже параметр не age, а вот это вот страшное слово. Как же он там? Сыр. Вот он. Все, взяли. Теперь у нас необходимо нам создать график plot. Пишем plot. Ну, соответственно, оси. Дальше у нас будет тип тут. Мы поставим n. А как мы помним, тип n это ничего. Ну, если так, чтобы проще было запомнить. Обзовем оси как xlab это age. Ну, то есть, дни, да? И Y-club. Это что-то там в миллиметрах. А, все создали. Смотрите. Хопа. Теперь у нас есть colors. То есть, мы будем теперь еще дополнительно с цветами работать. Это нужно непосредственно для наших линий. Вот. Цвета мы возьмем стандартные. То есть, есть такая функция как rainbow. Типа радуга, да? И возьмем, какое количество цветов нам надо. Нам нужно то, сколько у нас всего этих линий. А линию у нас мы уже определили n35. Поэтому создаем, ну, пять каких-то цветов. Если мы напишем rainbow2, например, то он возьмет два цвета. Ну, и так далее. То есть, как бы, делается все автоматически. Вам еще руками написать надо. Ну, если, конечно, хотите какие-то свои цвета, то вписывайтесь через запятую. А дальше мы берем, ну, переменную line type. Мы ее создаем. Это как раз типы линий, которые нам нужны. От единицы до entries. А сейчас на экране вы видите, какие вообще существуют типы линий. Теперь давайте создадим у нас... Так, что мы теперь создадим? PlotChars. PlotChars. Просто Char называем. Это то, каким образом будут выглядеть соединительные элементы. Фотографию, точнее, скриншот, какие существуют виды плотов, ну, плотчаров, то вы сейчас можете видеть на экране. Как раз ознакомиться, посмотреть и выбереть, что вам нравится. Функция sec, она нужна для того, чтобы от 18, да, идти к значению entries, шаг 1. То есть, посмотрите, функция sec нужна для того, чтобы от 18 идти до, то есть от, до какого числа, с каким шагом. И вот у нас получается, что PlotChars идет от 18 до 19, 23, 23, шагом единицы. Все, мы создали все самое нужное. Теперь давайте создавать... Наверное, мы создадим теперь сам график, ну, самая линия. Для этого нам нужен скрипт и цикл. Поскольку линий-то у нас сколько? Линии у нас 5. Не забываем, что entries – это количество линий. Теперь в этом мы пишем цикл for, ну, цикл очень похожий на питомовский. Мы пишем от... Для... То есть, i – это от единицы, по идее, до entries. Вот. Вот это от. То есть, от единицы до. Здесь мы пишем как раз... А i будет принимать значение. 1, 2, 3, 4 или 5. Теперь мы создаем здесь локальную переменную. 3. Она будет вырезкой, так называемой, из таблицы orange, где 3 равно-равно i. То есть, мы хотим вырезать все значения из таблицы orange, где столбец 3 равен переменной i. Ну, например, i у нас равно 2. И вот он возьмет и вырежет все вот эти элементы и будет с ними работать. И так каждый ход цикла. 1 сначала, 2, потом 5 все вырежут, независимо от того, в каком разбросе они стоят. И помимо этого, все, как бы, у нас есть база. Теперь мы должны создать сами линии. Для этого у нас есть lines. И что сюда мы пишем? Так как у нас уже новая переменная 3, которая хранит в себе... Ну, она, по-моему, должна здесь появиться, на самом деле. Сейчас вы ее увидите. Если она появится, я точно не помню. Теперь у нас есть 3. Это как раз вырезка таблицы. То есть, та же таблица, только уже и нужная нам. Мы берем h. То есть, столбцы все то же самое сохранилось, поэтому можете на этот счет как бы не париться. Просто переменная немножко изменилась. Так. Так, circumference. Сюда мы пишем теперь тип. Ну, тип у нас B будет, потому что, который этот... Короче, сейчас увидите этот тип линий. Он такой прикольный очень. LVD это толщина линии. Тип линии LType. Ну, LType, да, тип LType. Это у нас переменная lineType. Видите, мы же ее создали. И здесь I. То есть, типа, мы хотим, чтобы каждая линия была своего типа. Она должна быть своего цвета. Цвет означает параметр colors. Здесь берем colors. Также пишем I. И PCH. Я ее так называю. Это plot char. Это тип точки в этой линии. Поскольку у нас будут линии с точками отображаться. Благодаря типу B. Ну, в принципе, все, наверное, здесь. Теперь мы выбираем все. Нажимаем run. Видите, создались линии. Кстати, по поводу 3. Она создалась, видите. Но, правда, здесь она показала все последние. То есть, последнюю вырезку. Она параллельно изменялась. Сначала здесь были единицы, двойки, тройки и так далее. Но показывает всегда последнюю. Потому что, как бы, цикл она не закончилась нашим циклом. Вот. Видите, создались абсолютно разные линии. Каждая линия имеет. Давайте я приближу. Каждая линия имеет свой тип. Видите, ну, прямая с такими точками. Здесь круглые, здесь вообще такие квадратные. Вот как раз вот это. Это plot char. Вот это. Это line type. И, соответственно, цвет. Круто. У нас есть теперь график. С нескими линиями. Но и что за линия-то? Непонятно. Теперь создаем как раз о том, что мы говорили. Это нашу легенду. Легенда создается теперь по типу x-range. То есть мы берем единицу x-range. Помните, да? 118. x-range первое число. А y-range мы берем второе. То есть вот это. Здесь мы пишем размерность. Пять. Ну, сколько у нас? Entries. Вот. Пишем text. Это как бы шаг. Пишем цвет, который мы хотим. Ну, они будут под... Сейчас я вам давайте напишу сначала, потом все поясню. Поскольку вы можете немножко по ходу запутаться. Итак, давайте поясним. Нажимаем Enter, сразу смотрим результат. Круто, да? Вот. Хоп-хоп-хоп. Смотрите. А тогда на вот это пяти, это вот. Раз, два, три, четыре, пять. 0,8. Знаете, я могу изменить этот параметр. Например, давайте поставим 2. Видите? Это размер. Ну, как бы, я его называю шагом. Поэтому давайте 0,8. Поставим. Красиво выглядит. Ну, вот он, вдох на друга, правда, накладывает. Поэтому это печально, на самом деле. Цвет это вот эти. То есть, для каждой линии, для каждого вот этого количества элементов будет собственный цвет. А поскольку call не обязательно принимает одно значение. Он может принимать несколько значений. Но оно должно соответствовать вот этому количеству, которое вы здесь укажете. Но у нас оно одинаковое. Ну, plot chart, это вам, я думаю, уже понятно, что будет происходить. Это вот эта точка соединения, которая будет показываться. Вот она. Line type, это, соответственно, тип линии, прерывистые, там, прямая или нет. Ну, и title. Все, в принципе, очень просто. Ну, и у нас идет это дело все, как бы, по иксу минимальное и максимальное по игре. Вот он их показал. А по поводу создания линейных графиков, на этом все. Теперь давайте перейдем к созданию точечных графиков в языке R.